Всем привет, с вами группа фанаты серии Stronghold, и мы сегодня продолжаем рубрику, в которой рассказываем фишки профессиональных игроков. Наверное, у многих из вас была такая ситуация, когда вы практически выиграли своего оппонента, и видите вот такую вот картину, когда ваш оппонент практически все начинает минировать вовчими явами, трапами, и начинает кемперить. И если вы пойдете своими войсками, то вы просто-напросто большую часть войск здесь потеряете, а остатки просто разобьют дешевые его войска-монахи, и ситуация, скорее всего, выровняется. Так что же делать в такой ситуации, когда ваш оппонент все заминировал? Первым и самым простым вариантом это будет нанять тяжелобронированных юнитов, таких как пикинеров и мауляев. Конечно, можно еще нанять европейских мечников, они тоже очень сильно бронированные и очень хорошо снимают трап, но в то же время они очень дорогие. Конные лицаи тоже довольно-таки очень бронированные, но они еще дороже стоят, чем европейские мечники. А вот пикинеры и мауляи, в принципе, подходят под эту роль. Конечно, пикинеры тоже стоят недешево, но не так дорого, как европейские мечники. Их для этого, в принципе, можно использовать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть несколько вариантов Первый вариант, самый простой Это отправить войска на донжон И они тогда выстроятся в линию Еще есть один вариант Если вдруг противник специально занимает позицию не на донжоне, а где-нибудь сбоку хочет ударить вам во франк вашей линии То что тогда делать? Тогда мы просто ищем постройку за спиной войск противника И нажимаем атаковать эту постройку своими войсками Ну, я сейчас покажу вам на примере донжона, как можно выстроиться в линию И снять малое количество раушек Так, отправляем пикенеров Или за ними идут ассасины Видим, что войска занимают достаточно маленькую площадь И стимают малое количество раушек Видим, что войска занимают достаточно маленькую площадь И вражеский раушек убит Но может сложиться такая ситуация, что вражеский кинг где-то окопан И нет возможности его убить И противник специально избегает строгновения армий Просто полетаясь расстрелять ваши войска хашками Так, что же делать в такой ситуации? Тут выстроение в линию не поможет Тяжелобронированные войска не очень выгодны в размене с трапом и монахами противника Так вот, в такой ситуации можно нанять дешевых юнитов Без разницы каких Важно, чтобы их цена была не очень высока Ну, наилучшим вариантом являются прежде всего лесенки Так как они самые дешевые Они стоят всего лишь 4 золотых монеты А трап стоит 24 монеты Плюс лесенки, в отличие от тех же рабов Они выдерживают не выстрел ни одной стыры А выстрел трех стыр И отстрелить их гораздо сражнее, чем тех же рабов И сейчас я покажу вам, как эти дешевые войска Снимают трап в замке противника И вот этот размен уже выгоден вам Так как лесенка стоит намного дешевле трапа Конечно, часть лесенок вам отстрелят Но все равно, я думаю, размен, скорее всего, будет вашу пользу И дорога основным войск до экономики противника практически расчищена Ну и последний, самый интересный вариант Может сражиться такая ситуация Что противник хорошо отстреливает ваших дешевых юнитов И вам практически не удается снять трап Так что же делать в такой ситуации? В такой ситуации мы прибегаем к старым знакомым Которых мы использовали вместо щитов Это осадным башням и таранам Конечно, в большинстве случаев профессиональные игроки используют В основном осадные башни Так как они занимают чуть больше площади И впитывают достаточно много урона И они могут служить такими вот машинами Которые разминируют территорию противника При этом впитывают достаточно много урона И вы не тратите слишком много попа Как на те же лесенки Или рабов Или других дешевых юнитов Видим, как они хорошо разминируют И там практически не получают урона Конечно, это занимает немного дольше времени Чем дешевыми юнитами Ну, более экономно Моя штука Моя штука Моя штука Моя штука Продолжение следует... 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 Продолжение следует...